это видео записываю для теста микрофонной беспроводной системы godox movilin я ее брал для использования в основном в отпуске для записи каких-нибудь познавательных видео с женой у нее один микрофон записываем на петличку приемник на поясе закреплен и у меня также приемник здесь петличка находимся мы сильные изи это крым вот такой скалистый берег каменный пляж здесь мы покупались людмила тоже что-нибудь сейчас говорить чтобы было понятно как от нее сигнал проходит как от меня на улице ветер вот видно по волнам штормит как в астрахани я тестировал эту систему я был очень недоволен всеми тестами потому что сигнал периодически пропадал здесь мы уже пробовали эту систему ездили в горы и я вот прослушивал записанное видео и там я не слышал потерь сигнала может быть на при монтаже да винчи там видно аудио дорожку на аудио дорожки видно пропадает сигнал или нет а здесь я просто мониторил звук плеере которым прослушал и звук вроде бы не пропадал вот мелкие как понравилось здесь не понравилось потому что для меня это вообще неприемлемый такой пляж вот такой пляж сейчас со спиной к людмиле стою людмила чуть говорить волны ветер жарко вот она сейчас говорит не знаю как слышно не слышно расстояние между нами два метра вот такая красота здесь видео может еще кому-то интересно кто хочет просто просто посмотреть это место дорогу от пляжа и до нашей гостиницы вот эта гора скала дива это скала крыло лебедя и за вот этим зданием сейчас мы видим его видно будет гора кошка вот такое замечательное здесь место мне понравилось я заплывал ластами маской и трубкой от до тех камней что в море это ну подводная скала там ныряешь и скала глубоко в воду уходит очень очень красиво водоросли рыбки там вот ракушечник поснимал сейчас идем домой уже припекает солнце отдыхать вот тут такие ступеньки будем идти и что-то говорить что-то комментировать я любила чтобы было слышен голос с ее микрофона а это заброшенный санаторий юность здесь когда-то был санаторий да или как люди санаторий здесь мы уже приходили на днях спрашивали вот в этом здании сдаются номера или нет сказали не сдаются здесь вроде как просто живут люди у кого-то это дом не входи потому что все лазит я в первый раз как мы дня три назад попал сюда и здесь все облазил во все двери щемился ты потом когда он поднялся нет там липкие ступени там вот сюда вот выход уже я поднимался вот по той лестнице вот так обходил и там дверь вход кстати здесь тоже дверь не знаю работает не работает и там женщина увидела меня с испуганным видом видно я не первый был запах обалденный уровень звука я выстрел по нулям потому что чувствительность очень хорошая даже ставил на самая низкая на минус 5 и то было слышно и я скажу даже если ты с перегрузом записываешь перегруза не слышно микрофоны срабатывает хорошо вот где тенек еще он люди сидят от час за зданием от собачку до ночи они живут и будут и так на улице сидеть если понижили то не они вообще-то не вылазили им это море уже надоело в общем тебе не понравилось за нет ну как тебе сказать просто вот так на берегу конечно хорошо но так как мне купаться неудобно а тоже ведь хочется это не знаю что своим телом перекрыл передатчик и приемник между людмилой не знаю сигнал будет проходить или нет еще идти далеко что еще далеко идти какая гора я думал вот эта кошка гора большая а у то дива скала туда лестница есть такая самодельная люди карабкаются на самую вершину вчера у нас вообще экстремальный отдых вот такой вид отсюда открывается вот это да там человек заплыл да на чем-то на матрасе по моему да или на доске на ну там от того берега близко нет конечно красиво вот этого дорога тут и значит из-за койны деревья какие-то на приходе было и по карте указано что санаторий юность все такое запущенное не обустроено вот уже поднялись на высоту что неудобно купаться ходить хоть на наш поселковый пляж там вроде ближе чем сюда там камни острые тоже купаться неудобно пока в номер придешь уже устанешь опять жарко опять освежиться хочется но у нас в отеле бассейн во дворе можно там скупаться вот сейчас от людмилы буду отходить дальше вот уже между нами 4 метра лед говорит что-нибудь рассказывает воздух насыщен ароматами деревьев решать очень приятно метров шесть между нами отсюда такой потрясающий вид метров шесть вот такой вид чем он там валюта не смысл это все в порядок все вот такой вход раньше закрывалась калитку уже снесли камера даже здесь есть такой забор пошел опять 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 нам вверх идти вот такие дома люди живут здесь частный сектор вот скала гора то есть кошка а то скала крыло лебедя кактус от какой замечательный красивый цветет просто растет на камнях вот еще кактус а эти не цветут вот этот поселок семи из моих от видео и много наснимал какие-то буду опубликовывать на своем канале так что до выхода этого теста может быть я те уже опубликую вперед чем этот видеоролик что можете кому интересно о отдыхе в семье изи заходить смотреть мои видео на канале там будут поездки севастополь как раз на день россии вчера мы ездили севастополь позавчера мы отдыхали поза вчера ездили на гору мангуб кале правильно на плато плато наверное знаешь я потом читала что даже плато оказывается по-другому называется что-то бабадак что ли там как-то не помню но не мангуб кале мангуб кале этот сам город древний древний город мангуб кале вот такой парк мы входим в зону парка семейзи тут частные дома вот старый дом ну-ка я вот так зайду поближе не заходили сниму отсюда старинные дома 19 19 или 18 век куда я знаю вчера мы ездили по севастополю с экскурсии заказывали экскурсию там вот тоже наподобие такие дома она горела то ли 18 то ли 19 вот наверху скульптура какая здравствуйте привет привет тут хозяин тут встречает нас привет лёд и какая скульптура наверху а какого богин и бога и богиня ночи хоть на какого года здание 18 век 19 19 получается конечно это наверное было чья-то да это усадьба чья-то гузьменко инженер везде какая-то история это вот эти две собачки там утром гуляли они сами по себе смотрим гуляют бегают привет а наша собачка дома осталось скучаем кованое перила ступени и кафель который вот такой бело-голубой это еще до революции тех времен это да богиня в 1904 году закончили строить даже толком не успели пожить богиня ночи и чего вы уехали не знаю живы остались хоть нет нет он жил сотрудничал до начала 40-х годов а то всех штамм распулачивали раз этого ужас сейчас сейчас по-другому на это все смотришь эти до того мозги нам забили что прям я не знаю узнаешь всю правду тоже чё творили то бездельники тоже железнодорожными путями с цевьягин вот он был по-моему инженер первый который живет на Харбин основатель один из основателей города Харбино КВЖД строил наверное да? Да А где это Харбино? В Китае А в Китае там где-то и похороня на могиле потерялся но есть внук по стороне его жены ну сейчас же у нас нет такого закона в России при ее ряде ну конечно ой да уж столько лет прошло и вообще уже другие люди давно живут тоже у них отобрать как-то вот как вот отойду я дальше как Людмила будет слышно вот такой старый 1800 как же так советская власть в 1904 году закончили строительство инженер путей сообщения так придут тебе скажут все у тебя забираем ну что нифига себе нас он тут хотели выжить будешь ты согласен если тебя сейчас при Украине очень пелись видно оставили все как есть а это просто часто номера сдают такой дворик да сдаются номера от меня уже собаками не пахнет от меня метров десять это точно если не больше а мы свою не смогли взять у нас уже старенькая вот так она у нас вот все годы с нами вот везде 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 а в этом году в прошлом году мы никуда не ездили что-то то же самое можно глянуть ступенькой вот а в этом году нет все мы ее уже не возьмем что-то у нее там сердечную недостаточность уже поставили а? нет дворняшечка зайдем внутрь сердечную недостаточность уже поставили уже таблетки пожизненно пить никуда а? а? астрахин вот во-первых жарко куда-то ходить там что-то это вообще долго ходить уже тяжело в период тех времен еще остались а? пустим угу ну вы знаете вообще первый раз сюда приехали ехали куда глаза клядят и все витка 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 а мы уже ну давайте покажите мы уже послезавтра уезжаем витка тут наверно от Люды уже сигнал пропадет не знаю а может и будет слышно так так а если громкость сейчас у Людмилы прибавлю громкость и посмотрим что произойдет плюс 2 я поставил плюс 2 куда-то там нету что ли зашли плюс 3 даже не вижу теперь его куда он там пошел блуждать сейчас от нее звук проходит хотя мы ее не видим до нее метров 15-20 еще я выхожу с 1 2 до 2 700 было он на чем-то беседует я не знаю даже не уйдет же без так мы иду на сближение ну такой хорошо вкусно такая я вижу что вообще куда надо делать она ушла да вот так а что найдите я показываю а вот они вон где а это скиф а я ищу сейчас тут люди здесь пляжные оставлю а Люда уже номера смотрит ну пойдем посмотрим и собачки тут тоже ходят ну да ух ты тут ни шумят ни машины не ездят вот это да я показываю на будущее может захотеть ну сейчас вот он стоит 4 тысячи сутки полностью без подселения ваш ну тут кресло складывается ну мы вдвоем еще одна комната балкончика нету окно нету а загляните в окно там тоже прям на море все ага а ну вот где мы были где мы шли сосна дышите сосна вот скала лебедя ну да тут море рядом нам тут конечно крыло есть крыло лебедя видно отсюда ну такая ну просенька там 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 здесь газа нету в поселке я узнавал представляешь газ в баллонах но мы же там боимся его давать не все умеют пользоваться там там у меня действительно на две компании там на две семьи а если разные люди мы сейчас вдвоем сняли комнату еще кто-то мы не подселяем нет мало ли какие люди попадут ну да сложно мы знаем вот я и за это хотел узнать а это компаниями люди едут например у нас и один человек в двоём у неё жили хорошо конечно там есть машинка старая а поменьше что будет есть на двоих нам идти что-то соседки есть ну там надо будет звонить договариваться ну ладно ну просто уже послезавтра уезжаем на будущее да знать покажи дачку а тихо тут да ну да дворик пляж с камнями а тебе пляж не нравится ну ладно если бы на пляже камня не было вообще ну ладно пойдем наверное ну сейчас давай посмотрим о чем будем смотреть еще нам покажет на двоих сейчас там вот с видом на море маленький такой домич который калетку закрыл и хоть галекон ходи уже никто не смотрит здесь пляж ну вот он нет мы оттуда идем сейчас мы на поселковом там купались ей глубоко там тут ей камни мешают нет я просто она плавает плохо так вот почему и на этот пляж люди входит те кто плохо плавает переплывает от камушка к камушку а ей хочется плавать одну на других так глубоко сразу как там сейчас еще посмотрим номер ой ну что в гараж идем а нет мимо я одну в гараже жить сарайчике как в этом помнишь кино как в кино будет как там спортлата 82 ага вот такие тут лабиринты не упадет лабиринты о точно спортлата 82 здесь здесь море вот и вот она вот она жилье тут вообще диванчик столик стульчики коридорчик такой маленький такой зато вид зато вид обалденный лучше чем из нашего окна айпетри конечно не видно но и зачем оно нам чем нужен вот кухня вот мы купались вот там за этим домиком вот там где полном выступ видно белый как типа балкончик вот мы под балкончиком как раз вели вот на те камни я закрывал делал шпиль все здания и левее чуть-чуть там я делал подводную съемку а вот там затишка туда дальше еще же стоит туда пройти по камням конечно сложновато туда забираться да нет просто что-то было холдно холдно и сейчас вот как-то становится жарко а мы уже уезжаем сейчас сюда еще посмотрю уже все после завтра вот тоже а тут газовая плитка это баллонный газ тут тут баллонный газ кухонька такая простенькая а это уже другой номер да идет нет это то же самое это все на один двери одна а все это на одних второй двери нет к сожалению все простенько все очень простенько спидсистема есть окошки зато пластиковые кровати односпальные телевизор интернет сказали что есть море хоть тепло и вот санузел можно заходить санузел значит еще не тепло нет для нас для нас нет вот Володя он там весь измерялся я конечно вот позавчера я буквально зашла и выскочила потому что у меня волосы на всех местах моего конечно дыбом встали честно а сегодня я уже так нормально так заходишь уже но можно конечно потеплее а этого цена сколько 2 в июне 2 в июне 2 в июне 2 ага 2 ну вот мы вдвоем заселяемся все равно за номер 2 да все понятно так сумочку не забудьте сумочку берем ну эконом класс как конечно а я например такой я и в таком бы жил ну что ты ж купаться приехал тебе лишь бы поспать было бы это есть это самое есть что там еще а что еще надо обмыться есть туалет есть кухонь как приготовить что-то есть а кушать есть да что что есть для меня например это не критично ой спасибо ага за обзор пойдем мы дальше будем иметь в виду уже вот там 4000 а тут а две два раза дешевле уже а мы снимаем живет две семьсот две семьсот на семьсот рублей дороже но комфортнее так даже сравнить нельзя просто если они здесь здесь сделают так красиво как там будет стоить шесть да тут ну тут то какой плюс то что близко к морю и вид из окна если бы еще камни здесь не было на пляже пляж был бы мне удобен другое дело а так все равно мне тут неудобно плавать ну да в общем вывод какой здесь можно найти в поселке на любой кошелек на любой карман а это везде так мало на любой карман ну да в принципе везде ну хочется чтоб по душе было чтобы понравилось вот как где мы заселили сейчас да мы в таких номерах до этого не жили было что-то попроще здесь хорошо приятно удобно а тут мало того что все на такое страшно все такое еще грязное замызгленно ленин стоит он а ленин саду вот просто может же быть как бы простоя чистая а тут все еще такое замызгленно не хочу да вот санаторий юность это территория план схема надо купить сейчас черешни на рынок надо идти да ну может у этого дядечки который тут стоит можно можно вот тут скутеристов много местных летают и ребята и девчата кто-то шляпу оставил вот уже вот мы наверное еще полпути не прошли ты уже устал а уже усталость и хочется уже окунуться ну единственное что хорошо сейчас можно прийти в бассейн прыгать можно прыгнуть в бассейн освежиться и уже это будет пресная вода освежиться покушать и отдохнуть кондиционер сейчас вот у нас сейчас суп да а вот что-то еще хочется вкусного но я сама не знаю чего а да я не знаю вот мне понравилось вчера в Севастополе вот это ты покупала как называется шаурма шаурма а потому что Володя потому что мы такое вообще не едим такая зараза вкусная поэтому тебе понравилось ну я шаурму наверное вот вчера второй раз в жизни вообще ел я потому что я такое не кушаю макдональдс вообще никогда не ел я третий раз в жизни вчера ела это бы тебе понравилось вот мы подходим к кипарисовой кипарисовой аллеи вон там тоже фрукты пойдем посмотрим вот здесь а там всюду люди приезжают вот они фрукты тут посмотрим а малина я спрашивала на рынке 2000 килограмм что вот это Абхазия или кто а нет Украина УА это гранатовый сок гранатовый сок да он домашний или домашний вот клубничка есть 200 200 200 это а по килограммам если как 200 килограмм тут по килограммам будет да нет там меньше а меньше а понял черешня 230 230 вся 230 и черешня чья? Мелитополь ну местная крымская Мелитополь Мелитополь Украина ты чё это просто это же Украина а у нас там какая дагестанская дагестанская херсонская Херсон тоже не Крым же да? нет ты чё сонская область ага чё будем огурчики а там у нас поближе рынок что там почем да ты вчера ходила чё там вот это чё такое хурма помидоры хурма говорит хурма похоже на хурму и это помидоры да помидоры тоже 150 помидоры лимоны вот аллея вечером а вот уже фонтаны запустили черешня просто немножко подряд ещё и это ты же говорила по 180 черешня да? вот там не помню тут 230 он же дешевле есть вот здесь парк вот там море тоже вот за парком тоже там есть спуск уже к поселковому пляжу вот тут я уже снимал вперёд ну я говорил уже буду монтировать ролики не знаю какие-то эпизодические что ли потому что целиком один делать очень по времени будет долгий тут скейт-парк вообще спортивные площадки разного назначения и теннис и баскетбол и волейбол вот а тут вот такая аллея а вечером вот эти фонтаны они подсвечиваются цветные огни о какой-то байк велобайк через фонтан прям проехал руками по воде провел такие вот статуи душит змея а я пройду сейчас тоже сумки будут мокрые сумки мокрые будут да и ладно я тоже пройду так классно классно водичка теплая классно все ногам ногам по кайфу теперь ногам знаешь как хорошо теперь смочил прям все увидели что я по фонтанам хожу отключили фонтаны не не за меня кажется много честы тебе да можно было через парк пройти а не знаю ты прям идешь идешь свернуть пошли свернем через парк пойдем через парк и что ты молчишь рассказывай что нибудь мы же тест делаем а мне нечего рассказывать я просто правда я даже как-то ни одной мысли в голове не так хорошо я что-то говорю ты вот что видишь и просто сама с собой разговаривай но это не значит что ты с ума сошла что сама с собой разговариваешь просто говори что нибудь вот я говорил уже спортплощадки вот такие вот огорожено тут и мини футбол и баскетбол и волейбол там вот дальше скейт а мы сейчас через парк куда выйдем на пляж мы сейчас должны куда-то сейчас левее уходить вот помнишь тут кафешка где-то была где мы спрашивали где кстати хотели посидеть помнишь так мы посидели да а это вот по-моему что там так смешно как-то называется правее потом это бюст Ленина по-моему да не мы не здесь спрашивали ниже он ниже кафешка туда туда вот еще городской какой-то городской детский городок сейчас на спуск мы пошли вот справа от нас гора кошка вон Ленин бюст я тогда подымался по-моему туда вот а вот кафешка слева мы тогда спрашивали кафе барашки барашки да а мы тогда вот отсюда выходили через спортивную площадку и сюда влево уходили вот такое кафе здесь я не знаю может сходим еще мы в других ходили кафе где понравилось где нет вот семейский парк прямо смотровая площадка вот кипарисовая аллея правильно я говорил спортивная площадка спуск пляжу вот влево мы тогда спускались ну сейчас мы домой идем пляжа не будем спускаться вон ступеньки внизу это на пляж и здесь где-то тропа идет на на скалу дива на которую народ подымается мы никак все не поднимемся а сейчас подыматься действительно жарко туда там подъем то крутой очень вот вон они люди ходят вон лестницы там и на самый верх там флаг Володь а вот я не знаю у меня какие-то фильтры световые в очках у тебя? да и вода через очки у меня просто необыкновенного цвета хотите дамочки смотри а я увижу что-нибудь ну чушь такое я извиняюсь у нас упала сумка ну ты потряхнул весь с мусором и Вова заматюкался сумка неустойчивая все брак а не сумка ну держи это и что наверх просто вот так вот приложи и на море посмотри ну да смотри какой цвет ну оно темное просто становится оно просто такого насыщенно бирюзового цвета получается но оно затемняет и все тут никакой не светофильтр нет а ну может светофильтр оно же затемненное это и есть наверное светофильтр так а как я оказался на этой стороне вообще ну ты сюда запрыгнул зашел опля у меня макровая есть обрусовая пойдем дальше подожди подожди вот эту штуку плоско надо поставить чтобы удобнее было не никак море не успокоится я хочу чтобы штиль был чтобы поснимать под водой более качественное видео в восемнадцатом году в малореченске отдыхали там вот дни попадались когда полный штиль был тогда вообще подводная съемка обалденная прозрачная вода была чистая сейчас немножко с мусором идет вот такая беседочка а как ее называют иначе еще ротонда ротонда с видом на море и на скалу мы уже ходили до этого тоже сюда вот а мы идем вот за этой скалой мы там находились с той стороны с этой стороны туда нельзя пройти и получается надо через парк там да смотри сколько мусора море принесло елки полкилим целые полоса водороски плавают да целая полоса мусора волны какие ну там детвора купаются люди тоже не понравилось нет здесь более-менее тебе а вот сюда поселковый пляж там камни острые тут галька круглая там острые камни там ногам больно ходить ну если только в пляжных тапках но у нас они есть котик маленький котик прилепили к столбу так я уже кушать захотел тоже что-то еще надо будет взять да да вот я тоже об этом думаю но чуть никак не соображу что а то то есть вот это шаурма шаурма на каждом шагу как на каждом шагу ну вот можно по шаурме купить не я не хочу с майонезом ну мне купи я буду так здесь мы тоже ходили ходили давай домой уже пойдем ну вот мы идем домой только что там когда идем петлячьим способом сейчас еще отсюда вот так выглянуть вот первый самый раз мы купались опять вот не будет видно ну приблизительно приблизительно сейчас аккуратно тут обрыв вот второй раз мы там купались там уже получше а первый раз вот водорез водораздел этот камней это первое туда вон он дальше вот напротив следующего там камни такие острые и глубина сразу идет а здесь чуть получше так что насчет купаться здесь ну не всем может понравиться мне нормально мне хоть там хоть там мне лишь бы заплыть подальше ласты маска трубка и под водой поснимать вот уже жарко душно уже спать хочу вот Люда уже спать хочет на сколько чего баллов ты спать хочешь на 6 по десятибалльной шкале да да перевешивает если было 5 то типа хочу не хочу а сейчас если покушаешь то сразу десятибальная шкала у тебя поднимется спать вот опять в горку идем тяжело вот насчет отдыха в Малореченске там поселок тоже небольшой там набережная получше покрасивее более такая обустроенная и там жилье от моря буквально рядом там 200 метров по прямой прям в набережную опирается недалеко ходить и никаких спусков подъемов все ровно вот мы выходим на их главную улицу улица советская и еще надо будет идти какое-то расстояние а уезжать все равно не хочется да, Люд? да Люд, что ты молчишь все время? да, да, да не хочется уезжать отдыхать в любом случае лучше, чем работать ух вот столовая здесь есть с 8 до 20 барабуля с 8 до 20 может эту барабуль сейчас с собой возьму попробую ставрида хек ментай это скольки идешь? с 8 до 20 100 грамм 150 рублей горячие котлеты как-то первые что-то где первые не вижу опять а тут супы борща нету? есть вон а дальше 150 рублей 250 грамм уха по-крымски 220 окрошка на простокваше лагман куриная лапша 150 рублей ну простая столовая можно и здесь недорого покушать а знаешь что еще? мы так и не поели эту круглую эту самсу в тандыре? да а тут нет ее, да? ну наверное есть подожди вот тебе черешня бахчисарайская 50 рублей стакан 180 180 килограмм черешня красивая подожди лара, пойдем что? пойдем ничего тащить у нас тоже сейчас надо попробовать ее кислая не кислая а вы пробовали? я попробовала лед, на попробуй я чем вытирать буду? ну так пальцами оботрить мне нравится сейчас я не красную съем вот не красная такая бурая ну немножко не такая одень пакетик ты ж не будешь выбирать все такое темно-красное? ну что брать, брать ну мне нравится брать? там на рынке там наверное все одинаково, да? вот темно-красная она прям сладкая клубника 100 рублей а один лоток 100 рублей сколько там грамм? 300 будет, да? вот я которая покупала клубнику вот эту вот 77 рублей вышел лоток она была по 150 рублей килограмм в нашем магазинчике который напротив мне по килограммам понятнее вот сейчас идем ветер прямо в лицо дует послушаем как петлички они же с ветрозащитой так срабатывают на подавление шума от ветра вот внизу море справа а нам вот вдоль дороги идти еще ну меньше уже чем половина осталось вот такой ну сейчас уже подъемов не будет да? не, немножко еще будет наша гостиница вот сквозь деревья там появляется исчезает хвои пахнет а вот этот дворец еще какой люд кто там? я уже забыла вот это не дворец это чья-то дача ну кто-то построил и что-то так в интернете написано что не сохранилось даже кто построил и для кого и оно вообще сейчас пустует да оно закрыто со всех сторон забор колючая проволока и запустение вот так находится много тут пустующих зданий старых никто не берется вкладываться потому что наверное еще непонятно может быть для кого-то судьба Крыма и не хотят вкладываться туда а вот что за памятник лед вот это может тут ступеньки может в этот так Мальцевский спуск назван в честь Мальцева Ивана Сергеевича основателя курорта Семеиз почетного гражданина поселка Семеиз почетного члена общества благоустройства нового Семеиза тут просто спуск а какой спуск вот этот спуск вот не понял вот туда вот туда ну что сейчас на рынок сразу идем ну сейчас посмотрим что там у него у дядечки сейчас по пути еще тут должен мужчина продавать фрукты хочешь я сумку понесу да не неси ой да нет неси неси да нет иди иди тут кругом кафешки тут восточная кухня мы заходили нам что-то не понравилось не мы мы стараемся такое более более постное более диетическое но все равно на отдыхе не получается полностью соблюдать так это или самим готовить только свое что очень тоже напрягает потому что много времени уходит на это удобно ты покупался пошел где-то в кафешке покушал пошел отдохнул и все ты свободен а это пока ты приготовишь потом уберешь это все очень очень напряжно Люда у нас еще кстати осталась половина курицы и что с ней делать я даже не знаю что потушить что ли и как раз в дорогу задушить задушить и в дорогу что с ней делать задушить что ли да можно потушить и в дорогу с собой взять или будем кушать где-то там а тут вообще кафешка за соломенным каким-то заборчиком вон еще у нас подъем какой предстоит а у них не обустроено здесь это мы с тобой тут ели а там-то часть не обустроена вот так вот на пляж ходить такой вот все идем 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 и никак не придем а тут мы ужинали откуда-то приехали это откуда вы приехали или не приехали или гуляли просто нет не просто гуляли 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 уже стемнело я снимал также улицы и вот ходили смотрели кафешки на это остановились покушали тут вот и что мы заказывали салат я заказал витамины вот как я помню да и пельмени у тебя были пельмешки маленькие-маленькие такие пельмешки ну на вкус вроде все вкусно салат вкусный я люблю витаминный салат вот а больше мне понравилось мы ездили на плато Мангуб Кале и вот там спустились когда уже вечером с этого плато вот вот такое такси тут ездит паренек вот надо было его телефон все-таки взять вот где бы мы не находились вон он пошли пошли подойдем сейчас можно я тут поставить давай мне сумку ну Молодь давай мне сумку ну постой постой а можно на минутку да Люд а телефон вы же такси да как вот это надо вам звонить чтобы вы приехали куда-то мы говорим место вот мы пошли например на пляж вот туда сейчас за скалу ходили и вы туда можете подъехать забрать Люд телефон то у тебя записывай 100 рублей да 100 рублей с человека а с человека записывай в телефон вот в телефон ну так вот в телефон и 8 так я не вижу ничего ну вот это на 8 что же отсвечивает не вижу то у меня рука занята 8 7 так записано такси семей вот человеку звонишь с любого места в семейзе где возможно возможен подъезд он приезжает забирает такси семейст Карла спасибо и за 100 рублей с человека он подвезет не так как мы сейчас шли уже запыхались а он подвезет с нас с Людой 200 рублей спасибо спасибо человек зарабатывает тоже денежку ну тут все зарабатывают на этом это мы ходим купаемся отдыхаем а потом домой едем тоже зарабатываем а у меня вопрос а зачем нам на такси если мы можем вообще не доехать Люда мы сейчас ты знаешь такую поговорку жопу поднял место потерял да прям там ну что да прям там вот где мы машину сейчас поставили вот опять мы ее поставили она так не должна стоять мы перекрыли там вход в кинотеатр вот кто-нибудь разозлится и колесо проткнет или поцарапают дверь скажут тут поставили ну неправильно стоит вообще так вот продается черешня еще ну тут черешня конечно напорченная была ну посмотри она какая черная сейчас он навалит все подряд там гнилая будет ну не будем брать значит мы уже третий раз разочаровываем мужчину смотрим мы не берем зеленый горошек есть вот сейчас черешня выглядит получше чем вчера сколько стоит сколько стоит 200 300 сколько 200 300 блин там 180 это не такой да я тоже не знаю это точно такой да нет 150 купили вот такой горошка была нет я не знаю я сейчас только пробовал там попробуй пушку вам ну что там пробовал по 180 что это одинаково соблазнение поделись 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 кисловатая вот я красную попробовал она кисловатая хорошо вот лучше б там взяли бы чуть-чуть куда слаще а тут прям кислинка что на рынок сейчас пойдем а на рынке почем ну не знаю 180 я не знаю пошли сходим тут уже до рынка недалеко давай сначала зайдем у нас напротив овощи фрукты и там вот клубника была вкусная там клубника хуже где в овощном мы сейчас проходили там где столовая там продают тоже магазинчик ну на вид а вы на вкус пробовали у него я пробую все время я вот сейчас до этого попробовал сладкое а это кислит я вот здесь покупала клубнику она прям нормально сладкая в магазине ну как бы попадается конечно в кисловатый вот дошли мы до нашего отеля вот он отель называется чайка так перейдем на эту сторону тут машины туда-сюда снуют улицы узкие не разъехаться вот она гостиница чайка мы живем он возвышается здание в том крыле и отсюда от улицы туда тоже спуск море тебе же это шаурму есть тут нет я уже за шаурму забыл кто-то экскурсии предлагают мы уже были вчера по экскурсиям по Севастополю и морская и автобусная пешая вот она нам заходить сюда по лестнице вверх мы пойдем прямо по улице ну тут самое оживленое место такое в поселке можно сказать центр здесь центр кафешки на кафешке ну кто бухнуть хочет тут империя вин целая вот человек поставил на ручник вот такой кирпичный ручник вот крутой улочий магазин вот тоже ступеньки можно подняться там автостоянка нашей гостиницы и можно оттуда возойти